Здравствуйте, с вами Портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, настоятель Храма Богоявления в городе Ярославле, преподаватель Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш с вами цикл лекций, посвященный Божественной Литургии. И, собственно, сейчас мы находимся в узловом центре, в главном смысловом центре нашего повествования, мы разговариваем с вами о анафоре. Напомню, нашу прошлую лекцию мы закончили на том элементе молитвы, когда священник возносил дары над престолом с возгласом «твоя от твоих тебе приносяща». После этого община верных воспевает гимн «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим» и «Молимся Тебе, Боже наш». Имеем в виду, и вот здесь я напомню весь этот текст целиком, что перед нами один из таких достаточно интересных вариантов, когда это не собственно диалог, хотя их достаточно много в литургии, а именно попеременное участие предстоятеля и общины в единой молитве. Напомню текст. Часть читает священник, часть, собственно, звучит от лица всех верных. Итак, вспомнив эту спасительную заповедь, и все ради нас произошедшее, крест, погребение, воскресение на третий день, восхождение на небеса, восседание справа, второе и славное вновь пришествие, принося Тебе Твое из Твоего обо всем и за все. Тебя мы воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. Вот, собственно, весь этот фрагмент, в котором, напомню, воспоминание звучит из уст священника. Собственно, да, и мы не слышим этот фрагмент в рамках литургии обычно. Собственно, возглас Твоя от Твоих, да, священник произносит гласно, и в качестве продолжения этой мысли, да, этой молитвы звучит ответ хора, да, то есть, как бы, собственно, ответ всей общины верующих. Тебя мы воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. Несмотря на исключительную значимость учения Христова, да, мы видим, что, например, именно в данном фрагменте анафора делает упор на самую раннюю составляющую христианской проповеди, да, собственно, вот эту раннюю христианскую керигму, а именно весть о смерти и воскресении Христовом. Так, когда священник упоминает вот эти дела Божии, которые он осуществляет для нашего спасения, да, он перечисляет крест, погребение, воскресение, восхождение на небеса, восседание справа, второе славное пришествие. Собственно, и в самой первой христианской проповеди, о которой мы читаем, например, в книге Деяний во второй главе, мы видим, что главный ее акцент тоже на конкретном спасительном действии, которое осуществляет Христос, а именно на кресте и воскресении. Можем с 22 стиха второй главы обратить внимание. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вот тот самый главный нерв, мысль о том, что Христос нисходит в смерть и выводит оттуда человеческую природу в свете воскресения, явленную как в самых знаковых новозаветных текстах, так и в тексте Анафоры. При этом Анафора делает это исключительно лаконично в самых кратких тезисах. Замечу, что если большая часть этой упомянутой истории уже случилась и уже произошла, собственно, она описывает события изнутри евангельской истории, то завершение этого фрагмента указывает нам на события грядущие, что вот вспоминается о том, что Христос восседает справа от Отца, но ожидаем мы его второго и славного пришествия. Все это происходит в рамках одного и того же священнодействия. То есть мы видим, как литургия на самом деле имеет абсолютный вневременной характер. Обо всех этих действиях, и случившихся, и ожидаемых, мы уже воздаем хвалу Богу. Следующая часть Анафоры получает название Эпиклеза. Собственно, в ней мы видим призывание действия Святого Духа на предложенные на престоле дары. Эпиклеза, собственно, и обозначает призывание. Традиционно мы говорим о том, что, например, в восточных литургиях эта часть практически всегда однозначно выписана и присутствует, в то время как, например, в литургиях западных, как правило, мы ее не встречаем. Однако реформа, произошедшая в римской католической церкви в 60-х годах, Второй Ватиканский собор, собственно, предлагает в рамках одного из вариантов текста канона Мессы также определенную Эпиклезу, да, там также звучит призывание действия Святого Духа на предложенные дары. В рамках же литургии и святителя Иоанна Златоуста, и святителя Василия Великого Эпиклеза занимает исключительно знаковое место. В ней мы видим, как священник, молясь, говорит. Напомню, Тебя мы воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим Господи и молимся Тебе, Боже наш. Как правило, весь этот период времени мы слышим это песнопение, протяжно повторяющееся хором, но мысль продолжается дальше. «Также мы приносим Тебе эту словесную и бескровную службу, и просим, и молим, и умоляем Тебя, не спошли Духа Твоего Святого на нас и на эти лежащие перед Тобою дары». Далее, если совершается служение с диаконом, то диакон указует на дары, говоря, что «благослови, Владыка, Святый Хлеб», «благослови, Владыка, Святую Чашу» и «благослови, Владыка, Абая», то есть их вместе. Если же священник совершает служение один, то далее он говорит «И сотворил Бог хлеб сей, честное тело Христа Твоего. Аминь». «А ежев чаши сей, честную кровь Христа Твоего. Аминь». «Приложив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь». В этот момент священнослужитель простирается ниц перед престолом, знаменуя тем самым свершившийся и ожидаемый всеми нами в рамках литургии момент, когда всё то, о чём мы молились, по непреложному обетованию Божию произошло. Мы уже говорили о том, что не вполне корректно с точки зрения литургического богословия выделять какой-то исключительно один момент, как момент освящения даров. Вот вся анафора, в общем-то, да и общей шире, вся литургия именно для этого и совершается. В ней нет никаких случайных и второстепенных фрагментов. Всё это цельное последование к этому нас и движет. Но, как правило, традиционно мы говорим, что именно по завершении эпиклезы мы можем уже говорить, что перед нами на престоле находятся не хлеб и вино, предложенные от нас в таинстве, а, собственно, драгоценнейшие тело и кровь Христовы, им для нас предлагаемые в рамках этого таинства общения. В уже упоминаемом варианте современного римского канона Мессы мы можем услышать эту молитву в таком виде. «Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому молим Тебя, освети эти дары силой Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа». Не могу не заметить, что подобного рода изменения в чине римской Мессы, как бы от Мессы Триденской до так называемой Мессы Ноова, безусловно обусловлены в том числе и диалогом с православными церквями и влиянием строя и логики православного богослужения. То есть, повторюсь, Триденская Месса так явно выписанной Эпиклезы не имеет, в современном каноне Мессы мы можем увидеть это изменение. Обращаясь к тексту Эпиклезы по святителю Иоанну Златоусту, считаю исключительно важным заметить следующее. Служба, совершаемая христианской общиной, характеризуется здесь как словесная и бескровная. Словесная, если бы мы обратили внимание на текст греческий, мы бы прочли как логическая, то есть, собственно, от логос, слова, и, безусловно, здесь имеется в виду разумное или службоумное, совершаемое поклонение Богу в соответствующей форме. Бескровное же отсылает нас, собственно, к общей логике христианской молитвы и христианского богослужения, в рамках которой мы видим абсолютную более ненужность какого-либо рода кровавых жертв к тому, чтобы умилостивить Бога, склонить его к нам и, собственно, сделать хоть сколь-нибудь доступным. Абсолютную бессмысленность всего этого нам же выписывает апостол Павел, например, в тексте «Послание к евреям». Там мы читаем, это, собственно, будет у нас 13 глава стиха 10. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие из кинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». Вот та самая мысль о жертве умной, словесной, логической, о плоде уст, как главном способе нашего прославления имени Божия. И вот указание на то, почему отны и никакие жертвы не делают нас ближе к Богу или более угодными в его очах. Потому что, собственно, Христос, приняв на себя грехи наши, Своею кровью их очищает, убеляет по слову Ветхого Завета и делает нас достойными общения с Отцом. Не достоинством нашим, но его достоинством. Далее мы читаем, «Не спошли Духа Твоего Святого на нас и на эти лежащие перед Тобой удары». Вот это исключительно важное указание также на общую логику как литургии, так и вообще практически любого христианского священодействия. Мы привыкли к тому, что есть целый ряд, например, такого рода обрядов, в которых мы нечто освящаем. Ну, например, мы освящаем квартиры, освящаем машины, освящаем нечто приносимое в храм, например, те же самые пасхальные снеди или веточки вербы. Но если мы обратим внимание на тексты всех подобного рода чинопоследований, то там мы увидим продолжение этой же самой мысли. Здесь мы видим, «Не спошли Духа Твоего Святого на нас и на эти лежащие перед Тобой удары». Хотя освящаются хлеб и вино, становясь телом и кровью Христовыми, но в этом не самоцель литургии. Она совершается ровно для того, чтобы от этих даров вкушали верные и через это приобщались к действию Духа Святого, входили в то самое искомое единство с Христом. То есть не ради какого-то абстрактного освящения, чего бы то ни было в мире, совершается литургия, а для того, чтобы члены тела Христова, то есть члены церкви, вот эту свою связь с Христом и в Христе с Отцом осуществляли самым очевидным способом. Вот точно так же и во всех более простых вариантах освящения. Молимся ли мы о освящении квартиры? Мы, безусловно, говорим там не о освящении стен, а о благословении тем людям, которые, собственно, будут здесь жить. Когда мы освящаем, как нам кажется, снеди, в молитве мы читаем о том, чтобы благословение Божие сопутствовало вкушающим от них. То есть вот в этой логике, которая указывает на обращенность искомой благодати не к предмету, а к человеку, так как бы вот по большому счету она самым однозначным образом явлена здесь, в тексте анафоры, но продолжается и во всех остальных чинопоследованиях, связанных со священием чего бы то ни было. О хлебе и вине священник говорит следующее. «Сделай этот хлеб драгоценным телом твоего Христа, а то, что в этой чаше драгоценной кровью твоего Христа». Заметим вот это указание на исключительную значимость предлагаемого дара и на то, как он изменится в абсолютно превосходную степень. Драгоценным называет его литургия. И на самом деле мы часто об этом говорим, но, к сожалению, в быту часто забываем, что на самом деле в каждом храме преподаваемые тело и кровь Христовы, это, безусловно, наивысшая святыня из всего, что только существует в мире. Никакие ни чудотворные иконы, ни мощи, ни святая вода, ни святые места, ни что бы то ни было не сравняться по степенью вот этой полноты присутствия Божия с преподаваемыми в абсолютно каждом храме святыми дарами. Это на самом деле главная драгоценность церкви. В них, через вот эту соотнесенность нашего молитвенного труда и усилия наших рук, которые сделали и принесли пред лицо Божие эти дары, и, соответственно, соприсутствие благодати Божией и действия Христа в церкви, перед нами открывается вот эта абсолютная глубина любви Божией, преподаваемой всем и каждому, преподаваемая в евхаристической чаше. В современной практике в текст анафоры осуществляется определенного рода вставка. Мы прочитали сейчас с вами его последовательно, но на определенном этапе, а именно после слов «Не спошли Духа Твоего Святого на нас и на эти лежащие перед Тобой дары» звучит тропарь третьего часа. Если вы бываете за великопостными богослужениями, то вот там как раз на часах мы можем услышать неизменяемые тропари, как, например, обычно в рамках всего года мы слышим, когда на часах в определенных моментах читается тропарь и контакт, посвященные сегодняшнему дню. А неизменные тропари связаны с логикой этого богослужения, то есть говорящие, например, о том библейском событии, которое произошло в вспоминаемый сегодня нами час. То есть вот в третий час, например, произошло сошествие Святого Духа на апостолов в Иерусалиме. Шестой и девятый час связаны с страданиями господними, и их тропари будут посвящены этим темам. И, соответственно, тропарь третьего часа «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславый, того благи не от имя от нас, но обнови нас, молящих-теся». Или по-русски «Господи» «в третий час не спаславший Пресвятого Твоего Духа Твоим апостолам, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящихся Тебе». Повторяется трижды с соответствующими стихами. «Сердца чисто созижди во мне, Боже, и Дух прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня». По большому счету, этот тропарь, с одной стороны, хотя и свидетельствует о определенной, ну скажем так, попытке большей молитвенной собранности и благоговения священнослужителя перед непосредственным моментом, когда он будет призывать действия Духа на дары, по факту, конечно, разрывает единый, цельный, последовательный текст анафоры. Появляется он в наших славянских служебниках достаточно поздно, XV веком, и примерно к XVI становится повсеместным. В греческой же традиции, где он появился примерно в этот же период времени, и, соответственно, откуда мы его в славянские служебники и получаем, он прожил достаточно недолгую жизнь. То есть, с XV века появившись, примерно к веку XVIII из греческих служебников он уже был исключен. В наших же славянских мы наблюдаем его до сих пор. Не будем вдаваться в дискуссию относительно уместности или неуместности данного текста в данном последовании, но отметим, что, конечно, непосредственно внутри текста последовательной анафоры он выглядит неуместно. То есть, возможно, он мог бы занять какую-то позицию либо раньше соответствующих слов, либо, может быть, несколько позже. Но, опять же, можем только констатировать, что на данном этапе церковная практика такова. После того, как священник простерся ниц перед престолом, он продолжает молитву следующими словами. «Чтобы они, то есть святые дары, стали для причащающихся трезвостью души, оставлением грехов, общением святого твоего духа, полнотой небесного царства, правом свободно приступать к тебе, не судом или осуждением». Здесь мы видим, как, собственно, священник молится о плодах этого освящения. То есть, вот хлеб и вино стали телом и кровью христовыми. Чего же мы ищем в причастии этой святыни? Здесь текст непосредственно и перечисляет все то, что бы мы хотели получить в рамках вот этого общения с Богом. Не будем останавливаться здесь, наверное, на каждом тезисе. Просто замечу, слова о трезвости души и оставлении грехов, в общем-то, касаются одной и той же темы. Трезвение есть вообще начало практически любой добродетели, а относительно же оставления грехов в рамках нашего, ну скажем так, обыденного богословия мы привыкли говорить о том, что оно, безусловно, и исключительно связано с таинством исповеди. И да, действительно, в исповеди человек получает искомое прощение. Однако древняя церковь так систематически неградировала таинство. И мы, например, видим молитвы, связанные с оставлением прегрешений и в таинстве Елеосвящения, в таинстве Соборования. Видим их, собственно, и в таинстве Евхаристии. Более того, мы помним, что, например, исповедь изначально существовала как таинство возвращения отпавших в церковь. Когда люди, согрешившие особенно тяжким образом и таким образом в итоге отпавшие от церковного общения, то есть потерявшие возможность причащаться на какой-то период времени, по совершении исповеди и по получении прощения этих согрешений и, может быть, проведя какой-то период времени в определенных аскетических упражнениях, неся какую-то эпидемию, вновь получали возможность к этому участию в церковной жизни, к полноте этого участия, то есть к причастию. Здесь же мы видим мысль о том, что человек, безусловно, так или иначе часто приступает к заповедь Господню, однако его такого рода нецелостность должна быть устранена в рамках самого искомого нами таинства. То есть молитва Евхаристии связана как раз и с темой о прощении согрешений, чтобы те люди, которые не должным образом о чем-то подумали, не тому человеку и не то сказали, получили прощение и оставление согрешения непосредственно в рамках данного таинства. Замечу, что в рамках нашей современной практики, например, нашей поместной церкви, мы видим, как разные общины имеют разный подход, например, к соотнесенности таинств, исповеди и причащения. То есть где-то мы видим практику исключительной обязательности исповеди перед каждым причастием, где-то мы встречаем практику, когда человек исповедуется в меру необходимости, а причащается с определенного рода регулярностью. Замечу, что такого рода практика существует практически во всех греко-говорящих православных церквях. Слова же о общении Святого Твоего Духа и полноты Небесного Царства безусловно обращают нас к важнейшей теме. Мы традиционно привыкли думать о Царстве Божьем как о чем-то, что должно случиться, да, прийти в определенный момент времени. С одной стороны, это действительно так. С другой стороны, от такой как бы линейной односложности понимания Царства Божия нас предупреждает сам Спаситель, говоря, что Царство Божие не придет приметным образом. О нем нельзя будет сказать, что оно наступило там или здесь. Царство Божие внутри вас есть. И далее в огромном количестве новозаветных текстов мы видим, что единство с Христом и полнота общения с Ним и есть уже начало того самого искомого Царства Божия. «Видевший меня, видел Отца», говорит Спаситель. Соответственно, вот та самая полнота. Более того, именно в Христе и раскрывается только действие Святого Духа в мире. Он говорит своим ученикам, что если я не пойду по написанному обо мне, то Отец не пошлет вам утешителя. Если же пойду, то пошлю его к вам, да, и он придет. Это, собственно, в Евангелии Таанны мы читаем эти слова Христовы. То есть связь между пребыванием в Христе и очевидным получением, достижением вот этого дара Святого Духа анафорой озвучивается самым однозначным образом. И как ее результат указано, право свободно приступать к тебе, не судом или осуждением. Безусловно, мы понимаем, какой огромный разрыв между нами, конечными и, в общем-то, да, греховными существами и нашим бесконечным и исключительно благим и совершенным Творцом. Как и с чем мы могли бы приступить к вот этой попытке единства с Ним? Мы уже сказали о том, что да, изнутри самих себя никоим образом. Но благодаря Христу, который предстоятель перед всеми нами, подвигоположник и пастырь, который ведет за собою всех нас, все стадо своих словесных овец, безусловно, мы это осуществить можем. Здесь не нашими трудами и не нашими заслугами, а Христом и в Святом Духе это самое единство только и возможно, о чем нам и говорит Анафора. Далее наступает момент чтения диптихов. Сначала здесь упоминаются святые, но что мы видим в тексте? Также мы приносим тебе эту словесную службу за скончавшихся в вере праотцов, отцов, патриархов, пророков, апостолов, проповедников, благовестников, мучеников, исповедников, подвижников и за дух каждого скончавшегося в вере праведника. Особенно же за пресвятую, чистейшую, преблагословенную, славную нашу владычицу, Богородицу и пресно Деву Марию. За святого Иоанна Пророка, предтечью и Крестителя, за святых прославленных и знаменитых всюду апостолов, за святых, чью память мы сегодня совершаем, и о всех святых Твоих, по их молитвам обрати на нас, Боже, свой взор и вспомни обо всех скончавшихся в надежде на воскресение вечной жизни. Тут могут поименно вспоминаться те или иные христиане. Дай им, Боже, наш покой там, куда достигает светлеца Твоего. Также вызываем к Тебе. Вспомни, Господи, обо всех православных епископах, которые верно преподают Слово Твоей истины, обо всех пресвитерах, о деканах, о Христе, обо всем чтении священнослужителей. Также мы приносим Тебе эту словесную службу за всю вселенную, за святую вселенскую апостольскую церковь, за тех, кто живет в чистоте и в воздержании, за нашу хранимую Богом страну, за ее власти и армию. Дай им, Господи, мирное время правления, чтобы при их спокойствии и нам проводить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И этот диптих еще будет продолжаться. Что в этом тексте мы видим? Собственно, само наименование диптих означает двойной. То есть первоначально это две складывающиеся друг с другом таблички, содержащие имена живых и усопших, о которых молится данная община. Мы видим в анафоре святителя Иоанна Златоуста этот диптих, разнесенным как бы по двум смысловым частям. Сначала поминаются все святые праведники, а потом поминаются усопшие и живые христиане, о чьей праведности мы уже не можем, наверное, с такой очевидностью свидетельствовать. Например, упомянутые чины праотцов, отцов, патриархов, это все пророков, ветхозаветная праведность, апостолы, мученики, исповедники, собственно, это уже труженики Нового Завета. И далее упоминаются чины собственно церкви, скажем так, от новозаветной эпохи и до дня нынешнего свое служение совершающей. В анафоре святителя Василия Великого мы ей посвятим с вами отдельную лекцию. Мы увидим, что такой жесткой градации нет. И там, в общем-то, например, те же самые усопшие поминаются, ну скажем так, общим рядом. Но и здесь, например, к списку тех, кому мы однозначно можем именовать святым, добавляется ремарка «И души всех в вере скончавшихся праведных». То есть, всех тех, кто должным образом прожил свою жизнь и, может быть, неизвестны нам как святые, но, безусловно, известны как таковые Богу. Это важный момент, что древние анафоры не делают такого жесткого развлечения между праведниками, теми, кого бы мы сейчас назвали канонизированные святые, и, собственно, верными православными христианами. Опять же, мы видим, что даже слово употребления древних литургий в общем-то вполне соотносится с общим новозаветным, где святыми, собственно, называется весь народ Божий, те, кто призваны к освящению, а не те, кто каким-то уже исключительным образом его достиг. Возглавляет же сон святых Пресвятая Богородица. Мы упоминаем многих, но говорим особенно же изрядно, и этот возглас, кстати, и слышат верующие в храме после того, как поется гимн «Тебе поем», во время которого читается вся та часть эпиклеза, которую мы только что с вами озвучили. И заканчивается он как раз возгласом «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенной, Славной Владычице нашей, Богородице и Присно Деве Марии». Прямого логического соотнесения два этих текста, как мы видим, не имеют. Как мы переходим от слов «Тебе поем» к «Изрядно о Пресвятей» непонятно на слух совершенно. Только видя последовательный текст, мы понимаем, что вот мы призывали действия Божия на дары, вот Господь не спослал дар Святого своего Духа, вот мы молимся о том, чтобы освященные дары стали для верующих возможностью вхождения в единство с Богом, и благодарим Бога о том, что Он и услышал нас, и уже многократно осветил Церковь в примере, и дальше мы перечисляем святых, их чины, особенно же в, например, Пресвятой Богородице. Само это упоминание в анафоре, ну, или как минимум такого рода гласный возглас, мы встречаем по всей видимости с Пятого века, и связан он с именем святителя Геннадия Константинопольского, который таким образом подчеркивает роль Пресвятой Богородицы в деле домостроительства нашего спасения в рамках бытовавшей на том этапе соответствующей богословской дискуссии. Как говорит о данном фрагменте литургии святой Николай Кавасила, священник, перечисляя эти чины святости, благодарит за них Бога, как мы уже сказали, а не ходатайствует например о них, как собственно о перечисляемых потом живых и усопших. При том, что такое четкое разделение еще раз напомню, характерно именно для литургии святителя Иоанна. Что святой Николай говорит по этому поводу? Поскольку самое приношение жертвы есть не только действие молитвенное, но и благодарственное, то как в начале совершения таинства священник, посвящая Богу принесенные дары, выражал и благодарение, и прошение, так и теперь по принесении в жертву и освящении даров он и благодарит за них Бога, и присоединяет прошение, при этом излагает и побуждение к благодарности и указывает предмет молитвы. Какие же это побуждение к благодарности? Это, как и прежде сказано, суть святые, ибо в них церковь обрела просимое и получила то, о чем молится, Царство Небесное. А какой предмет прошения церкви? Это еще не достигшие совершенства и имеющие нужду в ее молитве. И о святых говорит она, еще приносим тебе словесную службу, и же вере почивших отцах, праотцах, патриарсах, пророцах, евангелистях, апостолях, исповедницах, воздержанницах, о всяком дусе в вере скончавшемся, изрядно о пресвятей причистой, преблагословенной славной владычице нашей Богородицы и преснодевой Марии, и потом перечисляет сон святых. Они-то составляют для церкви побуждение благодарить Бога. За них приносит она словесную сию службу, как благодарность Богу, и преимущественно перед всеми другими заблаженную Матерь Божию, как Высшую всякой святости, говорит Святой Николай в своем изъяснении Божественной Литургии. Относительно структуры диптиха, посвященного живым и усопшим, мы скажем с вами уже в рамках нашей следующей лекции, а здесь замечу, что после возгласа изрядно о пресвятей звучит гимн достойно есть. Мы прекрасно знакомы с ним благодаря банально тому, что в рамках нашего с вами православного молитвослова либо текстом этого гимна в виде достойно есть а кого истину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Росшую Сущую Богородицу тебя величаем. Вот в таком его полном виде заканчиваются наши молитвенные последования. Или же иногда мы встречаем в более кратком виде честнейшую Херувим и далее он у нас представлен как вариант завершения практически любых чинопоследований. Об этом гимне мне кажется стоит сказать отдельно. Богородичный гимн появляется в данном месте литургии примерно в 10 веке и где-то по концу века 14 мы уже можем свидетельствовать о том, что это место четко занимает именно гимн достойно есть при этом нужно заметить что в ряде особенных либо литургических периодов либо например двунадесятых праздников здесь звучит другое песнопение которое поется вместо достойно есть тоже посвящено как правило Пресвятой Богородице и получает название за достойник то есть вместо регулярно употребляющегося достойно есть поющийся в этот литургический момент относительно же гимна замечу что состоит он из двух частей древнейшая его часть это именно честнейшую херувим и по большому счету перед нами Ирмос одной из песен канона Великой Пятницы написанной преподобным Косьмою Маюмским это восьмой век то есть из этого канона он уходит в более широкое употребление в православном богослужении так что мы встречаем его повторюсь как завершение чинопоследований практически всех нам известных от домашних молитв до например чинопоследований храмовых однако определенного рода чудо случившееся в десятом веке на Афонской горе добавило к тексту честнейшую херувим вот ту самую приставку достойно есть текого истину да и вот всю эту первую часть гимна связано это с явлением некоему иноку архангела гавриила который придя к нему в момент когда тот совершал в келье все ночные обдения в виде некоего монаха странника на моменте когда инок начал петь честнейшую херувим сказал что в их местах богородицу восхваляют иначе иначе со слов достойно есть текого истину инок очень заинтересовался такого рода текстом гимна но не имел ничего на чем бы мог это записать тогда его самолитвенник взял камень и перстом по камню написал слова данного гимна после чего тот увидев соответствующее чудо спросил кто ты и тот сообщил кем он является на самом деле и с того момента времени и сам камень этот был доставлен византийскому императору и тот образ пресвятой богородицы перед которым собственно совершалось такого рода пение получил особенное почитание и собственно он называется милующее это одна из самых почитаемых икон богородицы афонской горы а данный гимн с 10 века и далее стал известен нам именно в таком виде в котором мы теперь и слышим его в рамках практически каждой божественной литургии внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и подпишись и Продолжение следует...